В середине марта российские СМИ заявили о появлении радара для разгона манифестаций, который использует в своей работе излучение микроволн. Оружие называлось безопасным и универсальным. Деловое ТВ выяснило, что данная установка далеко не нова и была разработана ещё 20 лет тому назад. Компания, которая занималась её разработкой, долго пыталась уговорить Пентагон поставить её на вооружение. Однако в 2009 году её использовать отказались из-за неэффективности. Первые опытные образцы свечей радара, по разным данным, были использованы войсками США для борьбы с диктатурой в Ираке и Афганистане. Впервые публично оружие продемонстрировали в 2007-м, однако на вооружении оно принято не было. В 2009 году несколько установок даже поступили на испытания в полевых условиях, однако вскоре их вернули обратно из-за неудовлетворительных результатов. Дело в том, что защититься от микроволнового воздействия можно весьма незатейливым способом – с помощью одежды из металлизированной ткани и самодельных головных уборов, свёрнутых из обычной пищевой фольги. Шумиха, поднятая в СМИ по поводу появления гигантской микроволновки для разгона манифестаций, кажется лишь умелым использованием ситуации производителям. Пользуясь актуальностью темы митингов и шествий в России, со стороны компании было бы весьма разумно напомнить об изобретении, стоимость разработки которого составила 120 миллионов долларов, но эффективность которого весьма сомнительна.